Как впервые она была заявлена и была реализована как раз-таки в глобальной Старкрафт-лиге, сокращенно GSL, как раз-таки в Старкрафте. Там первой она была использована, ну а у нас уже готовы драфты, и причем уже и баны прошли неслабо. Первая стадия завершена. А мы даже не успели поугадывать героев. Как так? Ничего страшного. Ну ничего, так, быстренько проанализируем. В ФП, кстати, у нас у Кайпи был странный. Вот сами себе, получается, банят героев на ферст пик, сами банят Бисмастера, сами себя банят Магнуса. Ну я уже про это... Гриммстрок адекватный банк, поскольку это... Да, это герой для дабл пика хорош, то есть, но вот остальные герои для меня непонятны. То есть объективно это... Ну не знаю, я такого не могу понять. То есть игроки, которые стремятся к чему-то, стремятся побеждать, должны уметь играть на сильных метовых персонажах. А не банить героев, которые против тебя должны банить враг, когда у тебя ферст пик. То есть, ну, пока видим так, то что... Котл Свен. Котл Свен, популярный в СНГ связка с саппортом. Да, это вот прям, знаешь, два таких героя, вот такое ощущение, как будто, если убрать там иконку Павака, как будто Пангалерия на пике. То есть, ну, вообще сейчас Свен у нас зачастил, как саппорт. Ну, кто это? Ну, кто это появился? Бон Севен появился, вышел погулять. Посмотрим, насколько здесь удачнее, как бы, будет. Ну, кстати, мне и Котл, и Свен против Фуры нравятся. Реально классные герои. Свен за счет третьего спела. Очень много дэмоджа, как бы. Вот, кстати, я думал в прошлом драфте, где они взяли Фуриона, что если не вызвал вместо Хускара дровку в мид, и потом будет Фурион, вот это было бы интересно. Я сомневаюсь пока, что дровку мы увидим. Дровку, я думаю, в плей-оффе так увидим от команд, таких как ОГЭ, которые с ней частенько играли. От НИПов увидим, потому что НИПы, кстати, тоже дровку любят очень. А здесь пока команды не играют с этим персонажем. Да, дровка, мид — это сильная очень тема. И конкретно под Фуру она выглядит круто, это такой темп тоже. Ну, пока что мы видим у Капи задел на лайнинг и тимфайт в виде Респирита, а у Паваги, в принципе, наверное, равнозначный ответ по силе. Давай посмотрим. Два таких мощных саппорта, которые тоже проводят тимфайт. Не хотят Паваги давать лейтгейм, судя по тому, что вот им минус Медуза, минус ТБ. Бан Оракол и инстапик Драксир. Ну, тут, в принципе, понятно, у Паваги уже такой пик как бы с идеей, и в сейфлайм просто добрать сейчас какого-то милишника, типа из того, что осталось, это Джаггер, либо Пашка какая-то, которая там почитаемая. Ну, за Кайпи против этой комбинации я бы точно брал бы уже Драксира, о, блин, не Драксира, а Джаггернаута, чтобы хоть как-то отбиваться от этой агрессии. Он и против Котла будет нормальный, шарик развивать. Джаггер хорош. Джаггер как керри хорош. Ну, прямо сейчас с рейтим пиком я сомневаюсь, что они его возьмут. Нормально, почему? Они скорее возьмут пятерку, и Джаггера может забрать враг. Вот в чем проблема. Ну, они Джаггера... Ну, давай посмотрим. Ну, то есть что отвечает против Драксира? Это Джаггер и Антимаг обычно отмечают. Ну да, в целом ты прав, Джаггер и Антимаг. Пятерок, кстати, против Драксира пока даже и нету сильных пятерок. У нас, смотри, Даззл какой-то в бане, да, Уракл в бане, то есть даже таких классных пятерок против Драксира почти нет. Да, но ты считаешь, что это будет Драксир со СВНом, которые сейчас зайдут, скорее всего, за крипом и сожжут пачку. С этим, ну, Джаггернаут нормально борется. То есть какой-то Лич плох, потому что, типа, тебя Мэджиком убивают. Взяли Лича. Пятерочку взяли, Андрей. Ну тут как бы... Да, ты же говорил, что какой-то Лич плох. Тут вопросов нет. Тут это не Антимаг, не Джаггернаут. Ты сказал Лич плох, но я понимал то, что вот они возьмут какую-то такую хрень бесполезную. Что я могу потерять? Слушай, так это у нас СВН Кэрри за долгое время. А там Дед Морозыч у тебя, кстати, остался в пакете. Да, да. Как его заслужить? А вот я, кстати, не знаю. Как повезет. Можно быть, по итогам завтрашнего дня, кто больше угадает, тот и получает, как в конце, приз Деда Мороза. Окей. Так, значит, все-таки Джаггер теперь хуже из-за Баратруба. Ага, то есть они взяли СВН против Фуриона, как Кора. Да, как Кора. Я такого давно не видел. И, честно, он такой сейчас. У него спелы больше под саппорта. Четверку этот, но все равно может работать. Короче, и он, типа, хороший, знаешь, против Джаггера Антимага, кстати. Именно как Кэрри. Он их, типа, хорошо закрывает. То есть, но я все равно на месте команды Капи... Старый СВН был сильнее против Джаггера, по идее, чем Мороза. Старый, да. Старый был сильнее. Давай посмотрим, что могут взять. Ну, мне кажется, все равно то, что... Все равно Джаггер очень хороший. Джаггер, не, ну, АМ лучше. АМа ловить нечем. То есть, стан СВН тебе пофиг. Ну, почему? Бык есть, нет? Бык более-менее, но он все равно слабенький. Или он щит успевает нажать. Да, он на ульту этот... Ну, я все еще ожидаю Джаггера и Антимага здесь. Вот, либо какой-то герой напрямую против СВНа. Герой напрямую против СВНа. Напрямую сейчас, ты скажешь? Ну, виноватер задушит. Давно это был какой-то там тоже... Нейскерри, тролль, но сейчас тролль совсем другой стал. И он на линии... Его просто на линии задушит, на самом деле. И это... Я сразу говорил про... Не знаю, зачем они... Почему они будут на четвертый пик, а не на третий. Ну, с личом, кстати, вот Джаггер и Лич. Конкретно под лича Джаггера, наверное, пикали... Спасибо, спасибо. Уже вот... Чуть ли не в каждой игре, кстати, как-то появляется лич. И заходит им от Джаггера, потому что другие герои не настолько сильны с личом на линии. То есть Джаггер на первом левле, на самом деле, с личом. Там столько дэмэджа, то что на ваунтеруне даже про нее там дерешься. Они могут фулл хп снести. Теперь, кстати, мне драфты нравятся гораздо больше, поскольку есть отличный тимфайт у Кайпи. И тоже хороший тимфайт у Паваги. То есть сейчас в этом плане есть и баланс, есть и откуш линий. Свен Керри под Дарксира, в чем плюс? Типа это то, что он, конечно, под вакуум, да, просто может стереть там героев, но нужно закомбинить. Но в этом плане Джаггер здесь пока выглядит очень хорошо. И герой, скажем так, на мид, это должен быть герой сетапом, либо герой, который убивает пушки. То есть для Паваги это должен быть либо Дракон, либо Кунка, на мой взгляд. Так, а у нас Кайпи сейчас пикают сразу. Мне для Кайпи нравится ОД. Мне нравится Хускар меньше, там мэджик такой этот. ОД мне точно нравится очень. Тем более, что им нужно на 21 какой-то героя такого взять. Типа это может быть какая-то еще Кунка, но против Кунки-то нужно банить Хусика прямо сейчас. Кто сейчас будет брать героя? Кайпи, они Джаггера пикнули, на закрывающую, соответственно, они сейчас будут еще банить и сразу пикать мид-героя. Да, это должен быть еще герой, желательно, наименее визуевым. МК, ну это значит Кунка может быть раз МК. Кунка и ДК вот примерно такие герои. Еще Пак выглядит прикольно, кстати. Пака здесь ловить вообще нечем. Вопрос в том, что хватит ли лейтгейма. Такой бану Манки Кинга, то есть, ну, просто, как я вижу, что если они возьмут якобы милишника по типу Кунки, да, все равно есть Хускар, который его может закрыть. Хускар может по игре там не так хорошо выглядит для поваги, но все равно. Кого еще могу взять на центральную линию? Ну вот Хускар мне не нравится, у тебя будет Хускар. Короче, ладно, ставлю все-таки на то, что Кунку возьмут. Да, тут должны быть драконы Кунка, либо у одних, либо у вторых железно, либо вообще эти... Хусик. Сами взяли Хусика. Ну ладно. То есть, знаешь, ну это вот такие дефолтные герои, на самом деле, легко достаточно угадать. Ну это какой Хускар? Вот тут сейчас Бурда берется, и все, ИГГ сразу приехали. Ты прав. Бурда, кстати, Пикачу на ней катает. И Фурион ничего не делает, и Бурда классная. Тут сразу авто... Если не Бруда, то какая-то... Я думаю, у тебя есть помощь щита, и у тебя есть помощь быка. То есть тут Пикачу играет? На Бруде, да. Он на Бруде достаточно, кстати, много тренировался. Мне хотелось бы на Брутку посмотреть. Опять же, тут Бруда, Пугна, наверное. Или Кунка. То есть Бруда, Пугна, Пугна. Пугной сложнее играть. Тут, на самом деле, я не вижу эффективности. Тут кто еще делает? А Пугну они сами забанили, во-первых. Да нет, но это такая, честно, именно чтобы прямо на победу, это реально Бруда. Звони ему. Звони ему. Ну ты что, протежи? Да. Жаль, знаешь, в Доте надо добавить функцию помощь аналитиков. Знаешь, там как в программе «Ты стань миллионером», да? Там есть помощь зала, звонок к другу. И там это как раз тебе в Стиме вызванивают? 50 на 50. Да, и тут в Стиме, вот реально в Стиме так вызваниваешь, типа ты, короче, спрашиваешь, что пикнуть. И там сразу картинка. Вот драфт, помоги. Да. Резко. У тебя 30 секунд. У нас дополнительного времени почти не осталось. Да. Короче, помощь аналитика здесь бы, конечно. Почему-то думаем. Ну, герои, которые уберут против этого, против Хускара, это еще Лина. То есть Лина Пугна, это стандартно. Ну да, я тоже подумал, я так и уже и сказал, это Бурда либо Лина. Других опций я вообще не вижу. Ну, Кунка еще может стоять нормально. Кунка? Не. Ну, Кунку с землей, мне кажется, что это будет. Китайцы стоят Кункой против Хускара. Я видел, как только выкатывались, кстати, даже в Китае я видел, там приходил у зоны какой-то ССС на Хускаре, там не помню, кто на Кунке был. Короче, ну, я не видел, чтобы стояли, но как стоять можно? Тем более сейчас дикий хапориген. О, Мишка. Металон друид вообще. Мне не нравится. Я сам Мишкой стоял против Хусика, было сложно. То есть, тем более первый спел Хускара очень крут, именно, как по мне, против Медведя, то, что ты даже берешь пета-левел, тебе сложно убить Хускара. То есть, не знаю, я не верю. Вот, наверное, впервые пик кайпе, наверное, мне нравится больше. Если бон-7 сыграет нормально, бон-7, то... Ну, честно, я солидарен и соглашусь. И вот, несмотря на то, что мы ставили по Вагу как фаворитам этой встречи, пик кайпе мне нравится больше. Посмотрим, что скажут как раз наши партнеры из ЕС.бет, какие коэффициенты. Ух, сочно. 2,8 на кайпе, 1,4 на по Вагу. Ну, это как раз-таки за счет результатов, да. Да, да, за счет результатов. Но за счет драфта сейчас немножко перемудрили, мне кажется. Как раз ваша возможность выиграть, дорогие друзья, потому как не забывайте, что на наш турнир, на все ставки, наши партнеры из ЕС.бет подготовили страховку. Ссылка находится под плеером. Регистрируйтесь прямо сейчас, потому как мы начинаем смотреть игру, а комментировать ее для вас будут Texas и ForLiver. Что ж, спасибо, дорогие аналитики, за то, что опять помогаете нам определиться с тем, кому же будет проще по ходу матча. Если честно, то действительно кайпе показали уже пару своих игр, пару заготовок, они не сработали. Возможно, в этот раз чуть получше получится. Если честно, я очень давно не видел Кэрри Свена. Как к этому относится? Брюк к саппорту, а вот Кэрри Свен... А вот был разок где-то Кэрри Свена, и знаешь, вот такая проблема типичная, Свена в плане того, что да, есть золото, да, там есть Бэкинбар, но ты не убиваешь за первый фокус, потом бац, и тебя кайтят. В общем, очень плохо работает. На самом деле, вот в плане команды Кайпи, для них это уже, ну, в целом, как бы последний матч на сегодня, как, в принципе, и на турнире сейчас, в плане третьего дня игрового в группах. Вот, и у Кайпи сейчас 0-2. То есть, если 0-3, то все, как бы, они явно не смогут выйти с даже счетом 1-4. Вот, точнее, 1-3 на четвертой серии против команды Спири. Так что, либо сейчас зацепиться, либо уже занимать, ну, последнее место на уровне команды Гиппоманьяк, которые вчера вот уже отлетели. Ну, и вот три матча в день и три луза, это очень обидно. Вот, хотелось бы что-то от них увидеть сейчас более грамотное, что ли. Хотя вот Павака все-таки команда из СНГ, что в целом тоже должно как бы-то вот так вот мотивировать на то, чтобы за них подтопить Пикачу, брата Айсберга. Жаль, что у нас не будет батла, брат на брата. На самом деле в дот не так часто залетает. То есть у Колов есть у нас два брата, получается, но они играли вместе. Ну, вот сейчас как бы второй брат не катает винстрайк Павага и кто там еще, получается, форвард гейминг и ЕГЭ. А, да, ты про Сумаева и Вара, я понял. О, там байтери на тангусике. Да, но тут сейчас неплохая вообще попытка могла бы быть в исполнении Кайпи и фраг, можно было бы подобные триплой совершить с легкостью, но не было никакого риска, желания рисковать не было абсолютно. Что, три руны против одной? Нет, все-таки два в два. На самом деле, смотри, в плане драфта Павага вот до последнего пика у них было там более двух минут. То есть там 2 и 3 секунды оставалось. То есть они прям уверенно драфтили, но потом вот ласпиком они очень долго думали над Мишкой. И вот Мишка все-таки как бы наших аналитиков не устроил. То есть они там думали Лина, либо Бруда, но вот зашел именно Медведь. Как тебе вообще Медведь? Я, честно говоря, даже могу попытаться это все связать воедино. Если взять Бруду, то она слишком много фармит. И да, можно, конечно, просчитывать на доминацию, с полупауков нечем убивать. Ускару сложновато приходилось бы в миде, вряд ли произошли бы ротации, где можно было ждать другого героя на этой линии. Но с другой стороны они выбрали именно Лондруида, который в целом и с фармом, и без фарма более-менее компетентно может принимать участие в сражениях. В отличие от этой Бруды, которая вначале совсем как-то не впечатляюще смотрится. И может быть именно этим выбор обусловлен. Все-таки у вас два героя. Это Свен, это Лондруид, на которых расчет идет. И в случае, если, к примеру, у Свена проблема возникает, да, можно понадеяться на Лондруида. Но даже если мы откинем вообще вариант центральной линии, мне больше нравятся Драксир и Спиритбрекер. Классная комбинация, суперпростая, отдельная, аншел кинул, разгон. И плюс я рассчитываю на то, что вот как раз Лондруиду помогать будет Спиритбрекер. Выезды, но боюсь, что делать это незаметно попросту не получится, да. Это, то есть, такой массивный герой, который пропадает с линии, естественно, об этом сразу какие-то догадки появляются. Поэтому вот, кстати, разгон, попытка. А вообще, в плане Медведя, это Мешка через себя или Сумона? Полагаю, что это Рейндж Лондруид, не знаю, такой самый простой вариант. Медведь здесь... На центре поехал прям под вышку, решил прям очень много ХП потерять там у нас товарищ на Спиритбрекере. Ну да ладно, сверху агрессия, но мимо въезжает пока Луфт. Не пошло. Вот просто матч мне не понравилось его исполнение на Тускаре. Посмотрим, насколько хорошее наземелье, надо бы подроумить, а то тогда он на первом левеле зашел за вышки. То есть, серьезно, первый левел на Тускаре так ним вкачало и куда ты лезешь. Да, там излишняя была агрессия. Ну вот сейчас на центре, понятно, было просто крипов много, была под вышка, поэтому они как раз отвлекали внимание. Так, дабл дэмэдж, неплохо пошел на Спиритлинг, въезжает Бара и, возможно, это Фёрстблат, да? Это он. Да, даже Спиритбрекер не пытался делать дополнительных ударов, понимал, что лучше ставить коргерой фраг. Получилось с легкостью, здорово сыграно, то есть очень просто. Вот он Спиритбрекер действий уже просто на первых минутах. И вот уже баш есть, наши любимые 17%. Скоро можно будет втараниться, еще и пробашить парочку раз, и вот он Пайхалбой за Фуриона. Знаете, вообще в плане вот Бонсевена, ну, в плане Фуриона, все-таки Бара это очень хорошая контра. Учитывая то, что раньше это было хорошо, а сейчас как бы у Бара эмэса больше. То есть у Фуры хоть раньше были ауты, там, как-то успеть вот прям во время чарджа, да, телепорт, утеслини, а сейчас вот под сюрджом, там, 1100 мэса, хрен ты улетишь. То есть въезжает сразу. И что ты сделаешь со своим Фурионом? И это Фурион Корр, то есть это не суппорта пятерка, а именно Корр. И ему как-то будет очень сложно вот в плане какого-то сплитпуша, потому что Бара всегда будет там въезжать за, там, щелчок пальца. Да, главное, что он будет светить на вещь с профита, и даже в случае спрутов использования всегда можно будет рассчитывать на стан Свена и таким образом просто не дать уйти. Да, это действительно здорово. Плюс есть замечательный ультимейт Катла, который после похода игры тоже будет. У нас опять там разминают Фуриона, он прям под вышкой обитает. Пошел в леса мансить, Фурион же в таверну отправляется. Фраг для J4 зашел. Ну, я думаю, серверы просто посчитали, что Бон Севен просто не достоин внимания. Других вариантов я пока вот не могу. Они решили, что слишком часто видеть смерть Фуриона, это будет уже, ну, неуважительно. Да, как нынче принято грейдшок контент. Опа, вот и Бара подъехал, здорово. Ох, 17 процентов, ну, как надо, работает схема. Еще и там Луфт у нас открыл, что-то Пикачу из лесу. Зачем ты поломал спрута, непонятно. Въезжает мимо. Пикачу бансит, но, тем не менее, у него проблемы. Его должны ведь добить, но Бара въезжает. Да ладно, Спирит Линк, он жив. Но Бон Севен нанес тот самый последний удар. Как же много башей у Бары. Он, видимо, купил себе прям аккаунт какой-то. Серьезно, за этот файт вписал три баша. Именно просто баша, без чаржа. Да, Спирит немного не в ту сторону закатился, но... Ладно, подумаешь. В общем, да, очень долго жил Спирит Брейкер. Много внимания к себе привлек. Так или иначе смогли отомстить Кайпе. Убили Ландруида. Это являлось их целью. И не зря Бон Севен сюда так же потянулся. Бара опять поехал. И это атака за Луфтом. Ему не помогает здесь, красавчик, сейчас Роллинг. Его тут чутка подцепили. Но Бара слишком битый, не готов сражаться. Флэш на месте. Ну и да. Все-таки под Фрошилд дом у нас не поехали дальше. Там, кстати, очень битый чешеский кот, но он просто уходит на базу. Да, даже было похоже на то, что он просто под крипами стоял, фармил. Да, он там фармил. Понимал, что на линии будет сложно. То есть там Джаггернаут бока намнет. Он просто линию подпушил и ушел леса фармить. Да, из плюсов то, что у Паваги замечательно фармит Свен. Он и бьет крипов, и добивает крипов, точнее, динает их. Кстати, баунти контролят сейчас Кайпе. Вот сверху у нас забирает Джага. И снизу у нас уже две взяли. Осталась лишь последняя. Ее сломали или что? А, вот, забирают. Четыре баунти для команды Кайпе. Въезжает флэша. Так, работают хорошо. Ну, это минус флич. Но зато четыре баунти руны. Это нормально. Да, единственное, не знаю, почему Джейфо сделал последний удар. Там был явный шанс, что Свен может забирать себе данный фраг. Но в целом, да, размен четырех баунти рун в два фрага. Я думаю, что примерно... Так, в центре агрессия пошла по мастермайду. И так, 17%. Пока не работают. Есть неплохой эллюминейт. Как же было вольно. Но пока выживает мастермайд. Бьют медведя. И выезжает Фурион Денай по мишке. Просто завалили бедного медведя. Причем Денай сделал спиритбрейкер. Меня немного это удивило. Да, и опять попытка вот этого перетянуть героев, повлиять на ситуацию ничего не приносит. 6-1 счет. Да, это пока не делает никакого разрыва по фрагам существенного. Опять же, волноваться незачем. Но, блин, знаешь... Под фарма вот Фурион уже роуми. То есть Фурион уже по факту не как корк. Какая-то поддержка играет. И, ну, по крипам слабо. То есть у нас Фурион часто бывает такой по фарму чемпиона. Здесь, ну, такое. При том, что ему будет сложно против Бары. Сплитпуш от него ожидать не стоит. Я думаю, реально будут постоянно там ловить, перехватывать и убивать. Так, инвиз. Вот спиритбрейкера. Третий левел. Пошел на разведку. Но пока никого не поймал. Ну, на сентре успеха наверняка не будет. Там помимо апсервера сентре также есть. Поэтому, скорее всего, смогут задетектить заранее спиритбрейкер. Не позволят им сделать ничего. Сверху пулит пока Дарксиры. И Джага рядышком, но рядышком и саппорты там обитают. Так что тут пока не поймать, не убить. И вообще Дарксир улетает на базу. Понимал, что там будет умни слэш. И могли бы в него его разрядить. Ну и Бара у нас пока в инвизе. Ну, дал инфу, конечно. Но без фрага. Хотя сейчас может выйти так вот сзади в спину въехать. Если будет агрессия. Но Мишка фармит леса. Так что у нас пока без вылазок. Без вылазок получается. Палантимос нафармил себе уже топ на карте по крипстату. И, я так понимаю, готовый чутка вышку под пуш. Потому что есть катапульта. И вот даже на себя демэж агрит. Чтобы не били катапульту. Крипы подошли нормально. То есть, да, не готовы пушить. Тут предлагает Спиритбрекер запинать на самом деле Бон Севена. Сейчас разочек еще за ним выехать. Прямо за Тавер. Но он, мне кажется, что-то заподолжил. Просто отошел. Спирит плюс еще сюда перетянулся. И вот эта вся агрессия уже будет излишней. Но мне очень нравится комбинация СВН и Котел. Я только сейчас понимал себя на мысли, что. Это постоянные возможности выписывать массы станов. Прожимать щиты. То есть, не испытывать проблем с иманом. Ультимейт. Потрачен по ланте. Мусульмин Болдор неудачный. И спруты. Проглазает дорогу себе топориком. Начинает выписывать парочку ударов. И разгон Спиритбрекер также по Тавер. И вроде как этого камня достаточно, чтобы расположение, да, вот Спиритбрекера поменять. Как-то не гнаться. Заставить. Ох, баш. Нет, рейндж, атаки. Великолепный. Выглядит со стороны. Ну что, вышку снесли. Так или иначе. Знаешь, кстати, флешбеки старых матчей, когда Артизи играл на СВН против Фуриона. Спруты. Помогите, отпустите меня, пожалуйста. Там, кстати, уже очень далеко заходит Дарксир. И вот на Сюрдже Мансит его лично не смог найти. Ну и в целом Дарксир тут развлекается. Очень много спейса. Вот кота залетает. Я обратил внимание на то, что СВН играет через аромляточный. И будет его собирать, если мне, конечно, не показалось. И меня немного это, конечно, пугает из-за Хускара, из-за наверняка магнетайзер Спирита. Как он им играть будет, что это вообще интересно принесет. Есть минус. Так неплохо воюет пока здесь Пикачу. Корни работают. Бон 7. Больно. Бон 7. Да ладно. Пауза. Окей. Он... Ну, поезд жив остался. Там его поездный тач не добьет? Не-не-не. Там нету никаких, кажется, дебафов и прочего. Я не знаю. Вряд ли Веном был у Медведя. Или у Лондруида. Хотя себе спокойненько стоял, накидывал с лограунда. Да, пока паузу можем оценить коэффициенты. И по вагу выглядит явным пафоритом по мнению контора ES.bet. Но, впрочем, Кайпи уже сегодня играли с Нейчерс Профитом. Там также были неудачные дубли. Их было очень много. И вот пока все повторяется. Да. Как-то не шло у Бон Сэмона. Посмотрим. Напомню, что у Кайпи нет права на ошибку. Это для них уже третий матч на сегодня. И если у Зая, то будет счет у них 0-3. И как бы шанса выйти в плей-офф почти не останется. То есть там какие-то возможные, не знаю, переигровки. Но крайне маловероятно. То есть завтра у них матч против Спирит. А Спирит сегодня были хороши. Несмотря на то, что у них были смены в составе. Из-за ухода ФНГ. Да, ты прав. Это не очень такая вот примечательная ситуация. Но, может быть, еще что-то изменится. Все-таки игра не закончилась. На кого там нас можно опять рассчитывать? На Хускара. На Хускара снова попробовать. Может быть, все-таки... Не-не, на Хускара такой герой на сноубол. То есть по факту там купил себе армлет, алебарду. Сатаник там. Вот здесь, я так понимаю, медведь падает. О, Бара до конца. Поехал здесь за Бон Севеном. Бон Севен умирает. Ну и ладно, это нормальный размен. Потому что это суппорт Бара в размен на Фуриона. Пойдет. Не, ну честно говоря, до этого момента они забрали медведя. Получили еще три сотни. Ну да, это тоже важно. Тут вот не уверен до конца. Ну окей, это все равно опять же ни на что не влияет. Сделали два фрага Кайпи. За последнее время один фраг сделали Павага. Вырвались на тысячу целого золота. Все, про это можно забыть. Дарк Сир себе лесок подфармливает Джиггернаут. Тоже там стоит на фрифарме. Впрочем, как и СВН. Эти герои пока друг с другом не сталкивались. Сейчас мы наблюдаем погоню интереснейшую за чешуруским котом, который, не знаю, очень удачно отходит. И вот на Месседж Гигернаут есть неплохое у нас кручение, скажем так, и это минус. И вот здесь зажали, четыре героя. Одеваться было попросту некуда. Не знаю, только если шанс у него был вакуум, он попробовал бы накливзать. Но четверых героев это было бы наверняка хайлайтом. Но, блин, не знаю. Чисто в голову так номинально пришло. Может быть... Он наглый, на самом деле. Он уже не в природах залетает так далеко. Там за вышки, там даже за Т2 он уже обитал. И леса фарми. То есть за наглость его наказывают. Что, в принципе, грамотно от команды кэйпи. Нужно это делать слишком уж борзый. Ну, у Паваги есть барды в лесу. Поэтому наверняка могут себе в таких вот где-то сценариях позволить дайвы. Ну, вообще в плане пуша. То есть, серьезно, вот Павага начали убивать. И даже вот есть чем подпушить, но вышки еще не падали. А надо бы это исправить. К десятой минуте так слишком наглый. Мастер Майт. Я понимаю, ты Хускар. Да, ты как бы там живучий парень. Но вот его тут распинали. Он въехал в Пикачу. Но демжевого балла мало. Там поехал Бара на разведку. Разминает неплохо хоста для флэша. Флэш с хостой символично получается. Но, тем не менее, от молока ты не уйдешь. Да, два фрага для Андруида. Подумаешь. Здорово от Дарксира, правда, потеряли. Но несущественно. Думаю, что можно уже взглянуть на нетворсы персонажей. Крипстат в целом понятен и ясен. Ну, там и Свен топ-1. Да. Бесспорно будет идти. Ну, вообще-то в плане фокуса. То есть, там, вакуум. Запустить там хаммер в толпу. И парочка ударов. Желательно с критами. От Свен. Это будет хорошо. Нет, задумка вообще по ваге, она клевая. Ну да. То есть, вот просто чисто практически клевая. Да, это вакуум, стенка. Свен всех убивает сплэшем. Здорово. Спиридбрейкер пробегает мимо. Там можно поставить ультимейт, что, кстати, вот котла тоже здоровски должны помогать в таких вот сражениях глобальных. Вот так. И не успел. Ну, почти был рядышком. Но Джиггернаут вовремя дал телепортацию. На самом деле, пока в плане вот подфарма у Джаги как бы все отлично. 4 900 почти. То есть, по факту, перефарм Свена прям минимальный. Учет в то, что по кипаму она была хорошо. Да и на вышке вот по ваге залетает. Я очень жду, на самом деле, Алибарду на Хускаре, потому что наверняка против Свена пригодится. Сам по себе Свен тоже может сейчас очень шустро вырваться вперед. Я не знаю, как действовали раньше и что будет собирать Свен. Вот там был Мом. Мне, честно говоря, больше... Пардон. Армлет. А вот, ну не знаю, раньше актуально было там брать Мом, Яшу, Даггер. Да, блинг нужен по-любому. Очень шустрая возможность там двигаться от спавна к спавну. Даггер, естественно, позволяет сразу прыгать на желаемые цели. После появляется Блэкинг Барсия, у тебя очень много МСа. То есть любую цель по шансам догнать, любую цель по шансам убить. Но вот пока фраг, такой минорный. Опять Бунс Левен умирает. Это что такое, Фориом? У него уже, по-моему, третья смерть залетает. Хотя в плане подфарма у него 3 900, и он хардленер, так что у нас, ну, поменьше будет у Дарк Сира. Так, поймали Мастер Майда, стану езжать по халифту и пошел. Здесь у нас урон от Луфта, но баш. Его там еще и подконтрил, чутка, так что это минус 2 героя. У команды Кайпи это 12 фраг для... Ой, Мистер Хэгграун, да ладно? Ну, Бара там душа до конца. Еще и урду повесил, дал удар, ну, хотя бы шрайний потратил. Ого, въезжает дальше. Вот он и разгон на 1000 МСа. Поймали Флэша прям под базой. И через 2 Айаншелла пошел на Шок Вейв. Неплохо залетает, но, тем не менее, Личу хватает пока, чтобы уйти. Хотя сейчас будет еще один Шок Вейв, поджигает его до конца. Это минус по Флэшу. Просто на базе задавили беднягу. Да, безумно быстрый крип. Армор ненадолго спасал ситуацию для Лича. Этого не хватило. Причем я до этого хотел поговорить про вышки, про то, что их еще довольно много на карте. Но вот как-то все кардинально поменялось. В плане фарма Джаггернаут решил играть через БФ. А БФ все-таки это арт на подфарм, учитывая то, как быстро начали забирать вышки. То есть, по факту, у нас на 10-й минуте остались все вышки. И вот буквально за 2-3 минуты упало у нас, получается, 5 вышек. То есть, 2 упало у Паваги и 3 упало у Каипи. Честно, здесь вариант играть без Battle Fury я не вижу, потому что он просто не будет поддерживать такого же темпа роста после вот там, как и Свен. Ну да. И к тому же уже обгоняет его. И, ну, может, молнии ему помогли в плане подфарма. То есть, там молнии Яша и попытаться так нафармить. Но решил, что БФ тут будет нужен. Да не знаю, герои просто все плотные. Опять же, армор Свена. То есть, сложно здесь, наверное. Там щит по ХП залетает у Свена сейчас. Ну да, 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 я в курсе. Оговорился, прошу прощения. Да, то есть, есть пол, причем на Свена даже этот щит, по-моему, работает в чуть более увеличенном объеме. Вот так, по флешу. Вот опять же бар на Бульдозере есть. Неплохой удар, и это минус. Полечу без боевая. Кстати, он умирает, поймали. Ката убили. И там у нас еще и работают корни по луфту. Больно. Пикачу слишком нагло играет парни. Сквант Павага. Минус два. Сейчас должно быть готово вроде бы как. Но нет, пока лишь падает у нас Spirit Beer, видимо, и все. Хотя, кнутрики биты остались. То есть, там буквально там на двух ударах ушли. Что Бара, что Друид, что Свен. Повезло парням. Могли бы сейчас прямо нафидить в ноль по золоту. Еще и вышка бы упала. Да, я вообще готов был с четырем фрагом. Ну, я тоже ожидал. Но все равно после этого Т1 вышка. То есть, они даже планируют вышку задейфать, видимо. То есть, вот сейчас там стенка стяжка. Нет, стенка не качалась еще. Дарксир оставил на потом. Так что только телепорт дал на линию. Даже не показался. Бара. А куда ты поехал? А там как бы четыре героя было рядом. Вообще и вышка. Но зачем? Окей, как бы отважный парень. Знаешь, это люди, у которых нет кнопки S на клавиатуре. Типа кнопку стоп не нажму. Да, я не знаю, зачем так сломя голову врываться в героев. И при этом, ну, у вас же есть... Знаешь, крик ЙОЛО прорал в микрофон. Такой, я поехал. Такой, стой, дурак. Типа, куда ты едешь? Не-не-не, пацаны, я все. Я нажал кнопочку. Да блин, ну, это как-то безумно. Это совсем не, наверное, профессионально, что ли. Ну да. Вот дисциплины я пока не наблюдаю. Можно же вовремя отступить, просто перестроиться. Если вы не хотите играть так агрессивно. Ладно, под вышку он не держал. То есть, там, возможно, под вышку забуцать, там, башня сработает. Но ты поехал уже под вражескую вышку. У тебя нет поддержки, и ты просто... Ты просто бара, потому что ты можешь. Ну, зачем? Да, ты прав. Что ж, вышки на центре лишились повага. Сами пока не спешат вырываться в мид к противнику. Ну, вот он, друид, пытается закончить дезолятор. Тем более, что у него совсем там крохи остаются до... Особенно хороший билд на друиды. То есть, вот раньше был билд у нас через Драголэнс и Молнии, вот, на рейнджовой форме. А сейчас через дезоли и криты. То есть, вот прям дезоль, потом покупаешь себе кристаллис. То есть, даже без Дайдауса быстрого. Просто кристаллис. И потом еще другие арты добираешь. Такой хороший медведь. Там очень хорошая скорость атаки под спирит линком. Там заходит. Нравится тема такая. Да и пушит хорошо. Да, кстати, вот у Джакера Батлфурии. Видим, что пак Эншентов есть. Очень легко с ним расправится. Ну, конечно, но, тем не менее, он вышел на топ-1 по фарму сейчас. Да, и он будет стараться, естественно, как бы держаться в этом топе. Вплоть до конца игры. Ну, Свен. Свен, обыглянуть, вот, понять, что у него там есть за вещи. Армлетт, Сэнш, Фейзы будет. Это Си. Есть также Морбит Маска, который пока не планирует. Так, за Мастер Майдом. Бар опять въезжает. Тут уже нормально при поддержке команды. Работает Вилл офис. Ну, и есть и Норфайр от Мастер Майда, но его возьмут. Омни слэш по Пикачу. Пикачу получает почти весь урон от Джиггернаута. Это минус. Залетает для команды Кайпи. Есть телепорт от Джаги. Так, неплохо. Вот въезжает Бара. Вакуум пошел. Как же разминают. Эти парни минус 3. Героя байбэк от Мастер Майда. И куда же ты даешь телепорт? Прям в толпу врагов. Ну, зачем? Ну, зачем? Просто дайбэк. Правда, великолепный стан от Свена. По трем героям. Разгон под этих трех героев от Спиритбрейкера. И как итог байбэк решает потратить Хускар, чтобы вернуться в эту драку. Но попаздывает. И, честно говоря, даже дизарм ситуацию не спасал. Ибо эти Айншелла Драксир вешает постоянно на себя, на своих тиммейтов. И был урон. Был урон даже несмотря на дизарм. Чтобы Хускара этого хватило отправить в таверну повторно. Вот такой вот сценарий. 4 тысячи золота. Да, опять же, показательная драка, где все началось неплохо. Напали по вага первыми. Убили очень быстро Хускара. И вот с такого нужно начинать. То есть, опять же, кто первый начинает драку, тот с огромной вероятностью ее и выигрывает. Ну, вот немного не повезло Лондруиду, да, что он получил фуломни слэш. Полный урон. И, к сожалению, никто его не прикрыл. Не было таргетов рядом, с которыми можно было этот урон поделить. Увы. Но так тоже бывает. Не знаю, может какой-то мискоммуникейшн. Может быть, просто решили так малым отделаться. Малые потери, не знаю. Считали, что можно и продать Лондруида. Не знаю. Ну, они пытались забить это. Там была вот стенка стояла, была стяжка сверху. И они решили, что давайте будем добивать. А Джаггернау там уже ушел на рандоме в плане своих прыжков. Бон Севенс, пруты неудачные баш в лицо. Ну, и отдыхает Фурион. Пингует землю просто. Кто-то там в ярости. Лондруид там пишет, sorry, sorry, well played, well played, молодец. Ну, скучно стало ему. В это время падает Рошан, Павага с Эггисом, забирает его Лондруид. Талант на Найтвижи залетает для Бары. Теперь эта ночь будет еще страшнее. Да, и вот промокод на экране. Также не забывайте, что вы можете принять участие в розыгрыше. Замечательных призов. Да, Аркана там залетает, я слышал, на Рубена. Я бы не отказался. Но, к сожалению, я не могу воспользоваться этим моментом, так как я вот смотрю за игрой. А жаль. Да. Что еще такого ключевого? Ну, Вижен я на карте вижу. В любом случае, я не могу сказать, что его огромное количество. Есть он у Кайпи. Один вард где-то возле Рушпита неподалеку был. В лесу противника в правой части карты тоже был. Опять же. То есть Вижен подобный агрессивный нужен, когда команда планирует совершать эти самые нападения, действовать, соответственно, так же агрессивно. Пока я что-то вижу... Там арты что-то на файт залетают. То есть у нас готова Мека, готов Владмирс. И, ну, просто командная игра хорошая от команды Павага. А Кайпи, ну, не знаю. То есть по факту ничего такого они не делают. То есть вот в плане байбэков пока не важно, но я думаю, что по Нетворсу вот у Скара после дайбэка дела прям очень плачевные. Он где-то там на пятом месте обитает, может, на шестом даже по Нетворсу. Да, плюс ты вспоминал ранее про Драгон Лэнс и Лондруида. Я не знаю, почему от него отказываться. Может быть, просто по соотношению там денег и того, что он сейчас дает, кто-то считает, что это... Ну, может быть, недостойно внимания. Но, блин, тогда вот Лондруид бы находился на огромном расстоянии от персонажей и просто бы, наверное, даже ни глаза никому не попадался. Ну, так нормально. Это в командной поддержке. То есть будет баф в Варкрай залетать, плюс Мишка там рядышком. Спирит Линка работает. И так как раз таки вот лайфстилл залетает. И ему в целом не обязательно быть на большой ренже. Вот Бара прилетел сейчас на поддев. Таранился под бульдозом. Ну и пошел размен вышками. В это время сверху нас демонтируют парня из команды Павага. Вышка подает быстро. Да, Фурион Джиггернаут пушит хорошо. Но там уже у нас тоже подает вышка. Пошел демеш по миле Бараку. Бара въезжает в бой. Там наступает Мастер Майт. Не подставился, хотя за ним выехали дальше. Стенка стяжка, но не добивает. Чижский код теряет тут лишь рейнджовый Барак. Джей Фод и телепорт очень долгий, но успел уйти. А что снизу? Снизу у нас пошли ТПшки. Есть Вил оф Висп. И там Барак устоял. Да ладно? Нет, сломали. Нормально. Минус миле Барак. И знаешь, все-таки ситуация ведь плюс получается для команды Кайпе. Да, минус 2 корон, но блин, они сломали миле Барак. А там они сломали лишь рейнджовый. То есть хотя бы так. Ну и ошибки все-таки. Слишком нагло играли. Здесь Павага пытались Кускара добить. Прям там уже под фонтаном почти через стенку, через стяжку. Зачем? Это не ясно. Мне в таких случаях, конечно, кажется, что команда, которая являлась полным составом у стороны противника, могла бы зайти в пятером, снести две стороны. Здесь еще и пару врагов сверху совершить, убить кого-то после боебека. И вот воспользоваться этой ситуацией, где Кайпе героев просто меньшинство, убить кого-нибудь как раз после боебека и, не знаю, пойти в Т4 трон. А здесь они решили обратить внимание на свою сторону. И получилось так, что они вроде как отбились, вроде убили, как ты сказал, двух кор героев, а этого все равно вот недостаточно, чтобы уравновесить примерно это сражение. Но единственный минус в том, что еще снизу стояла внешняя вышка, три стороны бы они никак не снесли мегакрипов, не сделали. Но я к тому, что обе стороны примерно с равной скоростью могли бы друг другу оформить мегакрипов, потом просто-напросто гонять по карте и, я не знаю, развлекаться. Ну там Бар пытался как-то в соло откушать, не получилось у него чутка. Так, ну и правильно, что обращает внимание Павага на нижней линии, где у них, собственно говоря, теперь барака нет, вышки нету, идут по этой линии, забирают Т2, как раз последний внешний тауэр, о чем я проговорил буквально секундой ранее. И вот заход на ХГ, прыжок от Свена через Даггер с ультимейтом на Хускара, вот он, кстати, дезарт. И Баррот въехал туда сейчас сверху, по Мастермайду чутка звонил, там пошел у нас врыв с умницлэша, где Джиггернаута, вот он на месте, Джейфо падает, есть Чайник, на самом деле не такой уж и плохой, еще замедло, по Кату пошло, и вот минус по Дарксиру, груз Трамбон залетает, Пикачу нарычал, неплохо успел уйти, там въезжает Хускар, полетел в бой, и там Паладимус кастует, пока у нас ворока пытается уйти, и въезжает Бара, пытался показаться, ведь им это засейвил, у него удалось, сам он весьма быстро отступает, там поймали Паладимуса, вот спруты, есть урна, и въезжает дальше здесь земеля, и пошел удар, вот прям в лицо в полете, получается, здесь у нас еще и Джиггернаут, еще одна урна, очень быстро, но как же его загоняют, Бара въезжает в бой, пляжка Свен, у нас все еще пытается уйти, есть страйк в лицо, как же они тут кайтят, наймейси просто, развлекаются, ушли, хотя они без потерь, ну и тут поймали в итоге Бару, есть Бар в лицо, въезжает Свен, ну ты, молодец, а ты хорош, а ты хорош, Лес вырубил, пошел в бой, сдох, нормально, почему бы и нет? Да, если честно, сам по себе заход на хайграунд был не очень, и вот этот вас смерть Свена, она просто дополняет картину нелепостью, максимальной. Это фиаско, братан. Да. Лон Друид, чем похвастаться? Кристаллисом, появившимся рецептом на Дейдалл, сам Дейдалл тоже наверняка появится скоро. 5000 золота все еще за повагой, но я не чувствую, что вот они контролируют ситуацию, то есть, да, они нападают, но, блин, как-то все не слишком гладко, не точно, прыгнули на Хускара, быстро забрать его не можем, но почему не действовать, как, ну, наверняка они действовали, я не могу понять, но мне кажется, что Сентрик все-таки стоит, да, и даже слева-справа в исполнении кэпи на своем ХГ, то есть по той же схеме прыжок на более какую-то явную или такую вот по шансам для убийства цель, потому что Хускар это не тот герой. Ну, убить Лича, но, опять же, саппорт, у него опять байбеки будут, слишком много условностей, не знаю, как найти правильный вот вариант? Посмотрим. Слишком непросто. Глиммер, форстав, есть чем сейвить, кайтить, вроде как у G4 персонажа, да и своих тиммейтов тоже подсейвить можно. Готово, кстати, у андруида Дэйдаус выбирает следующим артефактом Блэкинг Бар, а ведь и правда, да, не будет проблем с Хускаром, Лича ультимейты не страшны с Расперитом, соответственно, тоже. Но опять собирают спага вместе, видимо, снова хотят продемонстрировать заход на ХГ, это при всем том, что, ну вот, Рошан еще не скоро явно следующий появится. Ну, встанавливали Шрайн, они чутка дали пространство в лесу вражеском и занимают там подфармящие ворды, поставили такие агрессивные, которые найти сложно, такие хитрые ворды. Но вот проблема все-таки есть, потому что линия снизу пушится и надо постоянно ее дефать, и там как бы рейнджовый барак чутка падает, и Бара поехал на деф, но вот все-таки он ведь не регенится. И так вот, допуская крипов на базу, Фурион доломает Фити. Да, Дарксир, Грифсы, Доминатор, где его, кстати, Крип. Ну, я помню, что он, типа, в этой игре очень круто... Он обитает, где-то в центре бегает. Да, круто он тогда с Сатиром, типа, на хайграунде леча, бедолагу, догнал и убил. Джаггер Даггер берет. Ну вот, опять же, еще один момент, где он добирается снова до искомой цели. Не, на самом деле, это нормально, ведь получается, что даже в Omni-слеш он может делать прыжок, чтобы вот поменять фокус другой цели, выбрать. То есть это хорошо работает. Да, и сам Джаггер сейчас стал весьма таким героем хорошим в плане лейтгейма, потому что, ну, скорость атаки, там, урон залетает, и в плане Omni-слеша. То есть можно зарешать в замесе. То есть, грубо говоря, они теряют свою актуальность, да, вот с течением игры. Не, он как бы был хорош в лейтгейме, но сейчас он стал круче. То есть, да, он чуть-чуть ослабее в мид-гейме, в плане того, что у него нет урона, магии, если он не слеша. А вот к лейту хорошо заходит. Такие бодрые, ты покупаешь и наваливаешь. Рошан скоро, ну или, по крайней мере, примерно узнаем, когда он скоро появится. Так, бэйбэков очень много, пока ни одной причины для волнения нет. Палага снова нажимает смоук, и я жду какой-то вот серьезный экшен. Гем, кстати, был котлом куплен. Интересно. Ну, то есть, с Виженом, естественно, справляться можно. На хэгграунд тут сложно заходить. Вот, их уже спалили. Барб, Халадин, есть Синерфайр. Въезжают по Мастермайду, но, тем не менее, демоши пока не хватает. Вакуум. Ой, хорошо, зашло. Минус лич, минус по Хускару и Эрв Спириту. Падает еще и Джиггернаут. Развал лиц у команды Кайпи. Тимвайб от команды Павага. Без потерь Палантимов с триплкилл. При том, что это была атака, когда вылазка была без Вижена на хэгграунд, были на хэггешки. Кайпи, они были готовы к вылазке, но они вообще ничего не сделали, серьезно. Если вы были готовы к тому, что вы встречаете смоук-атак, вот почему так плохо вы это делаете. Да, единственное, что спиртбрекер бэйбэк потратил, его потеряли, но это мелочь. Ну, это такое. Да, здесь два бэйбэка, Ничиспрофит и Хускар, но этого недостаточно, чтобы сдержать. Сейчас натиск и вот этот пуш явно пройдется знатно по строениям. Падает наверняка здесь центральная линия. Ну, да. Конечно, есть Фрошилд, да, он четко сейвит, но вот Дималиш на месте, Дайдаус там залетает, есть минус Армор, в общем, падает хорошо, ну и это минус две стороны, при том, что снизу крипы уже доломали. Рэш-барак, но, тем не менее, у нас никуда не отступают парни спаваки, там въезжают по Пикачу, Пикачу больно, проседает плотненько и сейчас минус готов по Пикачу. Почему-то он был слишком далеко, въезжают по Свену. Кстати, две стороны еще не упало, пошел Нерфай, есть Синистр, рассыпает Свен, есть вакуум, хорош, задумочка, стан пошел, и вот он ДПС, и без Бэйбэка падает Хускарп, и вот только сейчас. Возрождается Джиггернаут, он на месте, но без Омнислэша, Бэйбэк, в отличие, пошел, очень больно Барри, ну и пошел за метло, минус готов. Да, круто сыграл Джейфо, Глиммер, Форстав, сразу Свена подсэвил, тот сделал ТП, успешно улетел отсюда, но все равно двух героев убили после Бэйбэка, снесли две стороны, или все-таки Барак не добили, Барак, да, Армур Леча помешал. Но, честно говоря, здесь крипы с этим Бараком наверняка должны были однажды расправиться, вот это произошло. А там знаешь, крипы снизу визочители, то есть там прям вообще площадка, можно футбол катать. Да, я вот обратил на это внимание, но неплохо было бы, чтобы парни прошлись по нижней линии, как раз вот наверняка следующий поход будет по этой же линии и сосредоточить продукцию. Ну да, Патрашана было бы неплохо, там осталось буквально секунд, наверное, 20 до появления Сыроегис, получится будет, и нормально, можно ехать дальше. Да, но тут смотри, как получается у Кайпи. О, чешский код, привет. И сразу блинкал сделал, въезжает слишком нагло здесь на савтоделе Луфт, но там Омни Слэш и 322 золота, зарабатывая на J4. Гем потерян был только что. Приятно. Патрашана, кстати, еще. И пары нет. Только что хотелось сказать, что, мол, нет двух байбэков на корах, поэтому наверняка Кайпи могут даже отсидеться на хайграунде и не рисковать, потому что, ну, это в другом сценарии просто-напросто all-in. Если они проигрывают драку, они могут смело писать наверняка ГГ. А сейчас, ну, вроде удачный момент, отправили Котла в таверну, лишили команду Гема, Гема дали джиггернаут, которого убить наверняка труднее всего, у которого есть много вариантов. Байбэк. Вот Котла пошел, хотя они скан завязали, но там ведь нет оппонентов на хайграунде и решили, а Вось, а вдруг надо будет драться? Ну, окей. Ну, они понимают, что этот байбэк, он, типа, на саппорте, это серьезных каких-то затрат не несет, подумаешь, но в пятером все-таки понадежнее. Смотри, ведь время теряют, там вышка потихоньку падает сверху, а когда будет открыта база, то в целом Фурион может и к хайграунду как-нибудь протиснуться. И там уже пошел под пуш, смотри, уже на базе находится Бон Севен, байтит на деф базы, ломает Т4 вышку. Так, по мастермайду работает чутка, и Мишка его загоняет, но догнать не может, Фурион ломает Т4, упала первая вышка, минус готов по Кускару, подставился, ну, как бы пресс-ф. Этому парню поймали Луфта, еще один минус, даблки для Пикачу, ну, а там Фурион, Фурион по сплитпуш чемпион. Крипов переагрил, сам улетел и поймали Флэша, страйк в лицо, триплкил для Пикачу. Да, но меня немного пугает ситуация, нужно кому-то явно обратить внимание и заретироваться обратно к себе на хайграунде, дефать вторую Т4 вышку, и это будет очень странно. Вроде драку провели, выиграли, убили трех героев, вот хорошо, Чуски Кот дома оказывается, справляется с крипами, в это время падает Трашан, правда, нет уже ультимейт, у Свена это немного дольше времени займет, был боевой катарс Спирита, стягивается сюда старшую силу Кэпи, что они могут сделать? Ну, Бонсев на месте, и там подходит Котл, о, подарочек, кушай, Палантимус, кушай. Вот тебе Бонсев, он подъехал, есть, он не слэш, но не хватает, демж по Барбара, стой в Инвизе, ждет, выжидает, и все-таки Джиггернаут его не убьет, при этом Джагу подцепили, разминают, и Мантастел не удался, у него тот трюк, он все-таки умирает, минус байбэк еще один, при этом у нас остался байбэк у кого-то в команде, вроде не ходит байбэков больше, у Кайпи, если не ошибаюсь. Да, в следующем про, Спиритбрекер получилось очень забавно, тем более, что Джиггернаута был гем, Глиммер по факту особо не спасал, очень помогло то, что рядом оказался другой герой и позволил расплитить прыжки омни слэша, и долго Спиритбрекер вот не понимал, что происходит, наверняка он даже думал, что все, его уже нет, он типа и СТРный будет помогать команде своими какими-то, не знаю, напутствующими речами, но нет, он выжил, более этого, я, честно говоря, еще видел, что урна была. Готов сейчас залететь, видимо, с блинка, крадется, дошел до базы, ГДС потратил, ну и Крипов подфармил очень быстро, ну и надо бы врываться. Ну, я на самом деле думаю, сейчас будет любой вижен по команде Кайпи, будет Сюрш на Бару, и Бара просто едет в толпу. Да, или Дарксир, Вакуум, Стенка, и если, конечно, успели они уже откатиться, я полагаю, что Аботтам, Вакуум, без стенки, правда, Свен, Стан, по двум таргетам сразу же Нечис, Профит, Кускар, Таверну, Джиггернаут, спасти сужен Блэйдфури, Чайник летает, Лича, этого не хватает распилить так, чтобы приобретать, вернув Катлау, тиммейты соглашаются, Кэпи с поражением, теряя троих, естественно, Джиггернаут добивает после Палантимус. Да, при том, что Бара был вообще снизу, то есть это файт был 4 на 5, и Бара просто снизу отпушивал Крипов. Ну, у Джиггернаута просто не было вариантов, не было вам ни слэша, ну да. Слишком сложно было здесь дать отпор.